У нас попало в список 40 домов. До конца года, да, по средствам, эти средства все будут, ну, в гору ЖКХ, ну, в соответствии с 261 ФСЗ, после того, как в узел учета будет введена в эксплуатацию, в строчках, в питанциях жителей, которые в этих домах проживают, появится дополнительная строка оплаты за общий домовый узел учета, за установку на 5 до 5 лет по ставке рефинансированной ЦБРФ. На сегодняшний день она составляет 8,5% годовых. К семи домам, на которых уже установлены приборы учета энергетических ресурсов, добавятся еще 40. Пролетарская 2 – один из таких домов. Подрядчик – Нижнетагильское научно-производственное предприятие, региональный сервисный центр, на рынке энергосберегающих технологий более 10 лет. Приборы учета устанавливает, исходя из технического задания. Есть приборы учета, которые с циферблатом на месте. Этот тип приборов не нашел себя в полном объеме по применению, потому что приходят вандалы и начинают бить, начинают тыкать все, что в темноте светится, что привлекает внимание. Поэтому мы ставим без дисплея прибор учета, а информация, которая с него снимается, она уходит на вычислитель. Вычислитель уже закрыт в металлическом ящике. И, в принципе, наличие дисплея на приборе, оно просто его удорожает. А работать все равно удобнее в одном вычислителе. С вычислителем – это компьютер, который позволяет уже, допустим, настройки какие-то осуществлять, суммировать сигнал. То есть, в любом случае, это оптимальная схема, которую мы применили. В режиме онлайн можно будет не только снимать показания счетчиков, но и отслеживать утечки, поломки в сети, оперативно реагируя на их устранение. Установить приборы учета на один многоквартирный дом монтажная бригада из трех человек может за один день. Куда дольше продлится апробация приборов. Именно заработать не просто, чтобы все там закрутилось, завертилось. То есть, там есть промежуточный этап проверочный, да, там три дня его прогоняют, потом там, по-моему, до месяца еще выдерживают, занимают контрольные показания. Только после того, как у нас на мониторе у технических специалистов появятся вот эти уже узлы учета со всеми данными, ежесуточными, ежечасовыми, ежеминутными, только после этого мы всех обязательно уведомим о том, что узел учета введен на эксплуатацию. И только после этого начнутся какие-то начисления. Естественно, старшим по домам мы предоставим всю документацию, проектную, сметную, договоры с подрядной организацией, потому что в любом случае, во-первых, это гарантийный срок на установку узла учета. Пять лет на оборудование и два года на обслуживание приборов. Такой гарантийный срок дает нижнетагильский подрядчик, выбранный гору ЖКХ. Принудительное оснащение приборами учета ресурсоснабжающей организации либо управляющей компанией не исключает установку счетчиков самими жильцами. Решение об этом принимается совместно на общем собрании. В случае неустановки общедомовых узлов учета до июля 2013 года административный штраф ждет управляющую компанию либо ресурсоснабжающую организацию. Собственники жилья будут отвечать по суду, если откажутся оплатить расходы на принудительную установку приборов.